Саживаюсь снимать вам видео и слышу звуки из кухни Захожу, говорю, что ты делаешь? Сидит ножей, блин, точит Парам-парам-пам Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал Сегодня готовьтесь, шок-контент Потому что сегодня косметика у нас не просто из какой-нибудь Евы, Брокарда Или Ватсонс, или чего-нибудь еще А сегодня косметика из магазина АТБ Из лакшери точки Для всех, кто знает о хорошей косметике Но не все так плохо, нашелся даже неплохой продукт Или даже два Сейчас вам покажу и расскажу Готовьтесь, косметика из магазина АТБ Так как видео о продуктах из АТБ Точнее о шоколаде из АТБ вас заинтересовало Ничего там хорошего, кстати, нет Я вам составляю ссылочку, как всегда, где-нибудь вверху Посмотрите, изучите Я, кстати, хочу купить нескольких-нибудь продуктов Еще также на обзор продуктовых продуктов Ну, съедобных продуктов Чтобы рассказать вам о том, что там вообще стоит, не стоит Потому что сеть просто огромная по Украине И там, на самом деле, не так много хороших продуктов Но они есть И я специально для вас отправилась туда В этот магазин И думаю, надо найти что-нибудь из косметики Что же продается в АТБ Но, как я думаю, многие догадываются Там достаточно мало всего Но что-то такие есть Потому что я нашла и приготовила вам такой мини-анпекинг Можно сказать Здесь у меня в коробочке продуктов 6, по-моему И сейчас я вам сделаю Все протестировала, все попробовала Сейчас я вам о них расскажу Поделюсь своим личным впечатлением Чтобы вы знали Нужно ли вам оно или не нужно Потому что есть люди, которые берут что-то в АТБ из косметики И кто-то, возможно, смотрел на что-нибудь и думал, брать, не брать А я вот вам сформировала некое мнение И готова поделиться Искала максимально что-нибудь незнакомое Потому что, ну, если там взять что-нибудь типа Что-нибудь, что-нибудь типа DAF То наверняка как бы DAF есть И в Еве ничего в этом интересного нет А вот эти штучки я не видела, кстати Ни в каких других сетевых магазинах Поэтому сейчас посмотрим И первое из этого всего, что торчит Это шампунь Неизвестного мне происхождения Gloss and Grace Glories И упаковка на самом деле выглядит так, будто бы Сейчас я эту коробку куда-нибудь так Уберу Оп, так, не возмути мое лицо Вот, выглядит вот таким вот образом И я бы сказала, что у нее прям внешний вид Как у профессиональной косметики Ну, правда же, вот если вы зайдете в Архитектор красоты Ну, в России, соответственно, это что-то другое То, в принципе, вот таким вот образом Выглядят различные шампуни, которые профессиональные А, я же тут специально еще Сейчас, 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 сейчас Я дам бог, чтобы не вронить Я чек сохранила, чтобы вам показать Ну, точнее, прочитать, чтобы вы знали Наверняка, сколько это все стоит 400 мл шампунь Glories Кератин 48 гривен 80 копеек Вот такой вот друг Вот такой вот друг И, казалось бы, такой объем огромный 400 мл, да Я первый меня помыл молодой человек Мой голову им Я говорю, давай ты свое мнение сюда Сказал Какой-то, ну, знаешь, как будто бы разбавленный водой Вот И получается экономия хорошая Потому что 400 мл за 48 гривен Это очень дешево И, казалось бы, этого продукта должно хватить вам надолго Но фишка в том, что он действительно Вот я сравнивала даже с каким-то обычным сетевым Из Евы какой-то вам демонстрировала Эльсив О, Эльсив И Эльсива нужно там пару грамм Вот одна капля какого-то такого размера А этого нужно в 2,5 где-то раза Но я даже 3 выдавила Он не промывает вот так вот сразу и хорошо Да, он промывает, если вы будете использовать большое количество продукта Но он получается намного невыгоднее, что ли, чем Эльсив Эльсив стоит дороже Но расход, вот фишка в расходе Этого продукта надо будет больше Но промывает, в принципе, неплохо И еще один такой момент Напишите, важно ли вам Потому что мне вот важно Я обожаю помыть голову И чтобы этот аромат сохранялся надолго Благо я использую у меня в данном случае Райбовский сейчас кондиционер для волос Поэтому шампуня запаха свежести не осталось от него Очень жаль, а хотелось Поэтому я нанесла бальзам От него уже запах остался А молодой человек вот мой помылся И высушил волосы Я понюхала, оно даже ничем не пахнет Вот и он даже сказал Его первое было мнение Очень сильно разбавлен Поэтому если вы думаете, что вы Покупая ВТБ вот этот вот шампунь Я думаю, что не только ВТБ, возможно, он есть Я просто его нигде больше не видела Глорис, 4 уровня защиты Тут у нас и глубокое восстановление И питание, и увлажнение Укрепление волос по всей длине Стойкость и яркость цвета Но, как я уже вам говорила ранее На самом деле шампунь находится на ваших волосах Очень малое количество времени Поэтому не рассчитывайте на то, что шампунь вам прям Все восстановит, напитает и так далее Потому что его функция, по сути, хорошо мыть Но еще классная функция, когда шампунь экономичный Когда его можно совсем немножко добавить Как другие какие-то продукты И они взбиваются очень хорошо Даже дав хорошо взбивается Пантин хорошо взбивается Этого нужно больше для того, чтобы добиться того же успеха Поэтому вы не сэкономите Просто вы не сэкономите И да, момент того, что запаха не остается от него Никакого приятного, освежающего У этого нет ощущения чистоты Меня это немножко расстраивает, потому что Ну все-таки хочется, чтобы это как-то классно пахло Чтобы волосы были ароматные, рассыпчатые Но не в принципе рассыпчатые Я говорю, что промывает он в принципе неплохо Но не экономичный И не оставляет приятного запаха Поэтому не рекомендую Ну ничего смертельного, но не рекомендую Хотя вот упаковка, конечно, очень привлекательная И реально выглядит как профессиональный продукт какой-то Следующий продукт вытаскиваю для вас Это крем для рук По феноменальной цене вы сейчас услышите и обалдеете Ну вот сколько может стоить крем для рук, да? В нем, ну это полноценный, большой Это своя линия, кстати Знаете такую фирму? Кто из Украины, обязательно отзовитесь 80 миллилитров Он достаточно увесистый, большой И тут и персиковое масло И ты-ты-ты-ра-ты-ты На руках, как я чек так достала вам Крем для рук, своя линия 10 гривен 20 копеек Но в чем фишка? Он практически тоже не пахнет То есть слегка ловимый запах имеется Очень быстро улетучивается Ничего такого, знаете, гурманского вкусненького Вот мне от крема для рук хочется, чтобы он был вкусненький Как тот кокосовый дав, о котором я рассказывала в видео о покупках из Евы Вот он прям вкусный, прям вот руки ароматные, приятные И опять же, вот можно говорить там девушками Обсуждать все это дело Но вот даже молодой человек, который в косметике просто Ну как бы не шарит вообще никак И он говорит, что кокосовый крем для рук от дав пахнет просто невероятно Я все-таки склонна доверять тому, что Уж мужчины точно не прогадают в этом случае Короче, 10 гривен 20 копеек Ну как бы все стандартно Вот такой вот он Впитывается быстро, в принципе, на руках Ощущения ну стандартные, ничего такого Такой легенький запах свежести Быстро уходит в ваши ручки И по моим ощущениям, ну как-то не особо их и увлажняет Как глицерин какой-то Просто вот в чистом виде, как будто глицерин с ароматизаторами Хотя, хотя, тут даже заявлено то, что здесь есть персиковое и медальное масло Но, ребята, за 10 гривен Ну просто вот я по логике всегда пытаюсь ориентироваться в этом плане Ну за какие такие шиши они туда положили это масло Потому что оливковое масло стоит недешево А персиковое, ну я думаю, что тоже Не покупала, не использовала в чистом виде Не знаю стоимость его конкретно в банке Но не может быть 80 мл продукта косметического С натуральными ингредиентами Ну они там, конечно, не сразу Вазелиновое масло Это, блин, что такое? Первый раз такое слышу Пальмовое, а потом уже там где-то в середине Персиковое Иолия сладкого миндалю Масло Смешно, наверное, да, сейчас тем, кто из России меня слышит Масло сладкого миндаля Экстракт ромашки и все остальное В принципе химия Не верю, потому что здесь натуральные ингредиенты Ну, хотя, может быть, может быть Но не советую, потому что невкусненько Некрасивненько и не... Ну, не эстетичненько, правда? Какая-то дешевая зубная паста Поэтому тоже... Достаем с вами самый увесистый, наверное Продукт Да, 460 мл Жидкое мыло А жидкое мыло, я думаю, что используют практически все Цена, озвучиваю вам цену Цену, крем мыла 12 гривен 20 копеек Прекрасная цена, правда? Вот такое вот мыло С тоже персиком, да? И жожоба Ну, какое жожоба за 12 гривен? Оно вообще в курсе, что оно здесь присутствует? Я вот не уверена, что жожоба в курсе, что оно здесь есть И тоже, вот как-то они ароматизаторов пожалели или что? Но оно практически не пахнет на руках Если ты покупаешь какой-нибудь... Было у меня там какой-то из Евы, по-моему, как раз Какое-то жидкое мыло, вот тоже в пакете Я же просто заливаю в эти дозаторы Поэтому мне без разницы, как выглядит упаковка То есть я перелила в красивую баночку И... Из Юска, кстати, по-моему, у меня И все, использую По сути, мне как бы упаковка в данном случае не важна Это просто такие вот многоразовые штучки И заменитель, я забыла название И оно тоже слабо пахнет А мылится, в принципе, обычно Ну, за 12 гривен, конечно, 460 миллилитров Если вам не важен внешний вид вашей упаковки Мыло, функция, по сути, основная Как и шампунь, хорошо пенится И смывать, по сути, грязь С этим справляется Если хотите сэкономить Не самый, возможно, плохой вариант экономии Ну, как бы ничего смертельного в этом нет Это не крем для лица, который вы носите на всю ночь Спите с ним И вся-вся-вся эта химия впитывается в вашу кожу Изымаем И достаем Крем для рук от компании Дуру Я все же думаю, что эта компания имеет отношение к той, которая производит мыло Мыло Дуру Уже кучу-кучу лет на рынке И у меня когда-то было такой же марки Дуру, да? Только розовенькая Я не помню, какой именно фрукт там был озвучен Но у них такие запахи Вот если вы хотите классный запах Если для вас это важно То попробуйте Стоит, стоит 19.40 на секундочку Это уже не 10, 20 или сколько там было От чистой линии Это уже дорогой продукт Это уже лакшери такой Небо и земля ведь, правда? Положить сумочку вот это И положить сумочку вот эту вот дешманскую какую-то зубную пасту Здесь у нас витамин С 100% натуральные ингредиенты Но, конечно же, не 100% натуральных ингредиентов Короче, вот это вот сравнение упаковки Да, вот это вот 10, сколько там, 20? 10 гривен, 20 копеек А вот это уже 19 И здесь такой же дизайн среднестатистического масс-маркета Но это еще дешевле даже, чем DAF Потому что DAF стоит 40 с чем-то, даже 50 гривен стоит тюбик крема А здесь 75 миллилитров, по-моему, те же как раз Тот же самый объем Только дешевле, только дешевле 19 гривен Получается в два раза дешевле, чем DAF Увлажняет? Хорошо На руках намного приятнее, чем вот этот Хотя разница Этот 19, а этот 10 И как он пахнет? Вот у меня был розовый Я заметила, как за такую цену он может так классно пахнуть А потом взяла еще для вас Специально для того, чтобы снять это видео Взяла вот этот вот вариант И он тоже классно пахнет Но по-другому Он пахнет, знаете, как какие-то экзотические фрукты Вот правда И что самое прикольное Сейчас я вам покажу Так, сейчас нужно так навести Он голубого цвета, видите? Видите? Это же так необычно Крем для рук голубого цвета Вот Ну вот белый цвет, а вот голубой И он очень классно пахнет И очень хорошо увлажняет Вот реально вопросов к нему никаких нет Быстро впитывается Ну конечно, я столько нанесла Хотя даже смотрите, я нанесла его очень много Но растерла, нет А еще знаете, эти бывают кремы для рук, которые белыми разводами идут Тут такого нет И руки пахнут просто Ну мне пахнет какой-то папайи что ли Чем-то таким Хотя здесь у нас инжир и апельсин Ну хотя да, может что-то цитрусовое и имеется Ну состав в принципе все туда же То есть с середины там начинаются какие-то уже натуральные ингредиенты Конечно же, это не 100% натуральные ингредиенты Как здесь заявлено Потому что здесь за основу берутся различные синтетические ингредиенты А потом уже добавляется что-то Я вообще не понимаю, чем они руководствовались Когда писали 100% натуральные ингредиенты Натуральные ингредиенты Такая там только ромашка Масло апельсина Масло лимон Крем-флюид Это крем-флюид И он действительно легкий на коже То есть, ну как бы он увлажняет Но быстро-быстро впитывается Увидели, сколько я его несла Ну и просто поразвлекать себя тем, чтобы купить голубой крем для рук Я считаю, что это... О, видно? Я думаю, что это прикольно Следующий продукт У нас из коробочки Тут их два осталось Это тоже своя линия Ополаскиватель для полости рта Здесь, на самом деле, уже с третьего ингредиента начинается Масла, эхиноцея, экстракт коры дуба Ну вот глицерин Потом эвкалиптовое масло Сколько же стоит у нас ополаскивать? Здесь объем такой достаточно 250, ну такая крупная банка И это стоит у нас Там-там-там-там-там 11 гривен 90 копеек Ну, по моим ощущениям, это что-то типа чистой линии Как бы там все... Ну не все, но очень много ингредиентов натуральных Но, опять же, немножко вызывают сомнения Знаете ли вы что-нибудь о чистой линии? Или бабушке Агафьи? Или что-то там еще есть такое вот Отечественное И достаточно такое вот натуральное И вот меня всегда смущала цена Она как бы такая немножечко Как будто бы... Как будто бы недоверие вызывает Так и здесь На вкус на самом деле приятно Я не любитель просто полоскала Каприори Я как бы люблю просто вычистить зубы И на этом все И не полирую потом их дополнительно Не освежаю таким вот образом Хотя многие любят, я знаю Кто-то мне даже писал в комментариях недавно, что... Популярная фирма Ополаскиватель Ли... Лир... Листерин Листерин Сказали, что все-таки можно дополнительно в уход за полостью рта Добавить листерин Потому что он препятствует появлению микробов Расскажите мне, пользуетесь ли вы ополаскивателем? Может, я неправильно делаю? Может быть, надо добавить? Кстати, в принципе, пломбы у меня за всю мою жизнь только две И нервы я не удаляла, зубы не удаляли Поэтому я не знаю, насколько это зависит Насколько это еще улучшит состояние полости рта Но для вот ощущения свежести, если вы любите Этого достаточно за эти деньги Последний продукт Самый маленький и самый мой фаворит из всей этой подборки Всех этих бюджетных, супер бюджетных Я не знаю, что может быть еще дешевле Супер бюджетный продукт И мой фаворит, мой фаворит Последнюю штучку Достаю Так, что это у нас такое? Первый раз вижу такой продукт вообще на рынке Не знаю, коронавирус ли этому причина или нет Это гель для гигиены рук Антисептический апельсин и чайное дерево Он такой миленький, вот сумочку прям бульк И хорошо поместился Миллилитров 30 Если вы любите периодически удалять микробы с ваших рук Не только во время коронавируса Но и вообще в принципе всегда у вас есть антисептик То знайте, что антисептиком можно угробить кожу рук Потому что мой же молодой человек О котором сегодня упоминалось несколько раз От начала коронавируса было Он начал обливаться этим антисептиком себе руки И он себе так перепшикал, так передезинфицировал эту несчастную кожу Что она у него пошорхла И начала трескаться прям до крови Я сказала, мужчина, алё, кукусики Ну успокойся ты уже Ну ты понимаешь, что это к добру не приведет Ну это чрезмерно, ты уже просто обливаешься постоянно Как-то в рамках разумного Но фишка в том, что эти все антисептики Они безумно, безумно сильно сушат кожу Потому что там спирт и плюс какая-то химия Душка и чаще всего глицерин И пропиленгликоль, по-моему, иногда бывает Да, по-моему, да И ничего хорошего там нет 29 гривен 60 копеек на секундочку Здесь, какие-никакие, они добавили ингредиенты Для того, чтобы это не только удаляло микробы Но еще и увлажняло Я его уже распечатала, конечно, чтобы вам показать Выдавливаете на кожу рук И у вас образуется вот такая капля Достаточно такая уверенная Вот она Сейчас у нас ползет Вот О! Поползла И когда вы начинаете растирать Она просто превращается в воду Все Вот, это вода Это штука, которая убивает микробы Но при этом не сушит кожу рук Если подытожить, конечно То стоит отметить, что ходить за косметикой в ЭТБ Это не самая наилучшая идея Потому что есть намного лучше И немного дороже Огромное спасибо, что посмотрели это сумбурное видео Косметики из магазина ЭТБ Жду от вас лайк, если было интересно, познавательно Или хотя бы просто прикольно Обязательно напишите, покупали ли вы когда-нибудь что-нибудь там Или вообще скажете Не советую, ни в коем случае да вообще не ходи Но я Special for you Закупила Показала Продемонстрировала Протестировала все Не только на себе, но и на Том, кто сейчас сидит, точит ножи Но уже не точит Потому что А что? А что слышно? Я говорю, конечно слышно Ну блин, камон Мы не живем в каком-то там двухэтажном частном доме Все, я желаю вам отличного настроения Пользуйтесь косметикой, которую любите Экономьте Логично Экономьте Не в ущерб себе Получайте удовольствие от каждого продукта, который у вас есть Потому что косметика Это действительно радость Я вот сама покупаю что-то себе И я в безумную радость Мне безумно приятно И это действительно такое вот Девочковое Ну и мальчики тоже любят косметику Поэтому Желаю вам отличного настроения Всем пока-пока Подписывайтесь Не забывайте Не забывайте подписываться Вам же будет потом приходить Уведомление, что от Ксюшки Пришел обзор косметики Не знаю откуда Из Леруа Марлена Скоро будет Или есть там косметика? Кстати, возможно есть Я скоро буду ходить И добывать И искать какие-то продукты А вдруг что-нибудь там интересненькое Для вас найду Все Всем пока-пока Спасибо за внимание